Добрый вечер, дорогие друзья. С нами на связи из Вашингтона официальный представитель Госдепартамента США Дэниэл Сайзек. Дэниэл, я рада вас видеть и слышать. И я. Здравствуйте. Дэниэл, ну что, вот прямо сейчас в Вашингтоне проходит юбилейный 75-й саммит НАТО. Как раз за вашей спиной находится Белый дом. Мы просто, наверное, за деревьями немножко, нам не видно, но вот он буквально там рукой подать, где происходят очень важные события и принимаются судьбоносные решения. Конечно же, Украину в первую очередь интересует, когда НАТО примет к себе нашу страну. Дэниэл, скажите, когда НАТО примет Украину? Да, декорация саммита появилась уже вечера, и в декорации было очень четко сказано, что Украина будет членом НАТО. Но это будет в будущее, потому что и еще есть работа, еще необходимо Украине провести реформы экономические, антикоррупционные и военные, чтобы вступить в альянс. Но позиция США ясна уже долго, это то, что Украина имеет место в НАТО. И теперь по декорации это тоже еще раз подчеркнуло всеми членами НАТО. Это понятно, что население Украины ждет это с нетерпением, и что они хотели бы прогресс по этому поводу. Они, честно говоря, я понимаю, большинство украинцев хотели бы, чтобы Украина смогла вступить в альянс именно сейчас. Но на самом деле это немножко сложный вопрос, судя по ситуации в данный момент. Тем не менее, стоит отметить и подчеркнуть еще раз, что декорация очень четко говорит о том, что Украина будет членом НАТО. Дэниел, вот как раз про декларацию хочу вас спросить. В этой декларации НАТО говорится о том, что агрессивные гибридные действия России могут заставить альянс применить пятую статью. Пятая статья, я напомню для наших зрителей, это когда НАТО, все страны НАТО в ответ на агрессию вступают в войну и, собственно говоря, начинают войну в ответ на действия России. Меня здесь очень интересует то, что написано «гибридные действия России». То есть подчеркнуто то, что не просто если Россия, не знаю, начнет бомбить Варшаву или Лондон, или вторгнется на территорию стран Литвы, Латвии, а гибридно. То есть что такое гибридные действия, которые Россия, например, уже предпринимает? Это теракты в европейских странах, о которых мы и видим уже, которые происходят, и разведки европейских стран об этом говорят. Это и космическое оружие, которое может вывести спутники из строя, которое сейчас, как мы понимаем, судя опять же по отчетам, которые в том числе в Белом доме проходят, Россия может применять. Это и возможные взрывы подводной инфраструктуры с интернет-кабелями, с кабельными сетями электро. Это подкуп западных политических лидеров. То есть это все элементы гибридной войны, которую Россия уже ведет против стран Запада, против США и против европейских стран. Дэниел, скажите, пожалуйста, вот когда в декларации НАТО написано гибридное действие России, гибридная агрессия России, что именно имеется в виду? Вот дайте мне примеры. Например, что может заставить НАТО, какие гибридные действия России, применить эту пятую статью? Да, гибридная война, как вы уже говорили и хорошо описывали, это те меры, которые не точно полномасштабная война и такое действие. Но это, например, кибератаки, это может быть теракты или сабатош в Европе или в США против, допустим, промышленности и так далее. Это может быть атаки на инфраструктуру, но не прямое военное действие. И когда говорится о пятом артикле НАТО, это обозначает, что у НАТО есть разные возможности ответить на это. Это не обозначает войну как ответ. Это возможно принимать и другие меры, чтобы, например, поддерживать страны НАТО, у которых есть такие гибридные действия. Есть разные возможности. Но в конечном итоге НАТО основано по принципам сдерживания, чтобы избежать войну и чтобы сдерживать агрессию, прежде всего, потому что это оборонительный альянс. Но это очень хороший вопрос. И то, что вот эта информация есть в декларации, это обозначает, что лидеры страны НАТО интенсивно обсуждали эти вопросы на самом деле уже. Потому что это очень важно строить планы или иметь какое-то общее соглашение о том, как отреагировать на такие действия. Владимир Зеленский встретился вот там, где вы находитесь, да, в Вашингтоне, как раз на полях саммита НАТО с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудили подробно использование ракет Storm Shadow против военных целей на всей территории России. Напоминаю, Великобритания буквально вчера нам стало известно, дала разрешение бить своим оружием по территории России, по военным целям на территории России. Скажите, пожалуйста, Дэниел, когда же будет разрешение США для нас, для Украины бить американским оружием по всей территории России? Вот этот вопрос еще раз рассматривается в администрации президента Байдена. Но то, что мы все видели месяца два назад, это было изменение политики в какой-то степени, да, как реакция на преимущество, которое было на российской стороне. Потому что было видно, что под Харьковом это было очень тяжело для украинцев защитить вот эту территорию, да, из-за политики, которая тогда существовала. В то же время США, как ядерная держава, имеет особую ответственность, чтобы очень внимательно и осторожно рассматривать такие вопросы. Это просто факт. И поэтому команда президента Байдена, они еще обсуждают этот вопрос. Стоит отметить в этой связи, что как США с начала полномасштабного вторжения говорил о таких вопросах, о таких вопросах, как ядерное оружие и так далее, и как русская, российская власть говорила об этом. Очень неответственно. Я думаю, что здесь мы видим разницу между правительством США и российской властью на данный момент, к сожалению. Энтони Блинкин сказал, что самолеты F-16 уже на пути в Украину из Дании и Нидерландов. Эти самолеты будут летать в небе Украины этим летом. Скажите, пожалуйста, Дэниел, сколько мы ждем этих самолетов этим летом? У меня нет официальной цифры. Раньше в СМИ было статьи о том, что будет больше 6-10. Я не могу утвердить, правильно ли это. 6-10 или 60? 60 всего. Или больше. Ну, как там было писано, это будет больше этого. Уже известно, что президент Зеленский, да, очень четко попросил больше 100. И он говорил, что вот это то, что нужно, это то, что необходимо для Украины. И я знаю, что администрация президента Байдена внимательно слушает, когда президент Зеленский говорит о том, что Украине нужно. Иногда, возможно, иногда и есть, ну, что сказать, вызовы, потому предоставить все и так быстро, как нужно, оборудование и оружие. Но это очень-очень большой приоритет для США и других партнеров Украины. После того, как Россия совершила жуткую бомбежку, как раз накануне, кстати, саммита НАТО, среди Белого дня на Киев, на другие города Украины, когда погибли дети, когда они ударили по главной детской украинской больнице Ахмадет. Скажите, пожалуйста, Дэниел, будет ли реакция с точки зрения усиления санкций по отношению к России и какие именно санкции США планируют вводить? Ну, самая главная реакция, это даже была срочность по вопросу поставить Украину дополнительный систем ПВО, как президент Байден анонсировал два дня назад здесь на саммите, что будет еще пять систем ПВО. До сих пор не было официального заявления о том, что будут ли новые санкции, но санкции как инструмент постоянно рассматриваются и здесь, в США, и в Евросоюзе. Конечно, когда США и Евросоюз вместе действуют, это более сильно и более крепко, как инструмент, чтобы изменить поведение российской власти. К сожалению, до сих пор, как мы видели, лидер России, он готов на все, несмотря на цену, которую его народ платит за это в многих областях, не только в экономическом смысле, а также, что касается мертвых или погибших российских солдатах и так далее. Поэтому, да, санкции рассматриваются, но у меня нет новой информации официальной по этому поводу.